Дорогие зрители, как я вам обещал, будем продолжать сегодня эту работу, как ее будем завершать. Но чтобы вы убедились в том, что эту работу можно довести до такого состояния. Можно довести до такого состояния, но мы будем сегодня делать работу, которую мы начали. Дорогие зрители, опять-таки, что нужно для этого? Как я вам тут уже, опять-таки, из хостоваров купить обыкновенную кисточку. Не нужны ходить там в какие-то художественные магазины покупать. Вот, обыкновенный из хостоваров. Берем, как мы вначале начали, берем опять тройник. Тройник это самое важное, то, что я вам вначале объяснял, что это очень важный деталь. Так, так, что нужно для этого? Опять, можем просто налить, взять кисточкой, когда это проверить, работа высушившая, и нанести, как я вам объяснял вначале, полностью нанести. Это для чего делать? Это дает связку до старой работы. Вот уже у нас связка. Вот видите, опять-таки, нанесли все это. Не бойтесь, главное, я вас очень прошу, пожалуйста, не бойтесь делать эту работу. Не получится, не переживайте. Это, я хочу, опять-таки, я не хочу вас мучить, чтобы вы взяли карандаш, сделали рисунок, переживали. А это я показываю чисто вам, чтобы вы после работы, после кухни, вот чтобы вы могли просто сидеть и делать эту работу, выплескивать вас в беспокойщее состояние, чтобы вы могли слиться с кисточкой и с холстом. Не нужны для этого какие-то, знаете, вот переживания, что не получается. Вот что мы сегодня делаем. Я в прошлый раз вам объяснил, что можно завести работу вот до такого состояния. Самое важное, сейчас что буду показывать, это ни одна школа вас не научит никогда. Мы просто берем, скажем, можно, мы сегодня будем одевать ее. Девушку будем одевать. Нашу фантазию. Скажем, просто берем обыкновенный красный, если у вас есть черный, если у вас есть синий, это не имеет значения. Вот на сегодняшний день просто объясняю. Выжимаю красную, вот, поверьте, берем раствори и макаем. И смотрите, видите, какой цвет получается? Красный цвет. Опять-таки, не надо бояться. Смотрите, что делается. Намотим. Можно просто, смотрите, можно просто вот так довести. Можно. Смотрите. Можно ее одеть вот так. Видите? И наша модель уже одетая. Можно так сделать. Вот что хотите. Можно сделать, пока работа послушная. Видите? Можно сделать тюль. Смотрите, что можно сделать. Но самое главное, самое главное, пожалуйста, не бойтесь. Видите, опять-таки, вот так показывают. Наносите всю, всю картину этим красным. Видите, как? Вот. Видите, полностью мы нанесли. Не бойтесь, я хочу, чтобы вы слились в одно единое с холстом. Вот просто берете рукой. Смотрите, что можно сделать. На время оставляем. Вот, смотрите. Можно вот нанести. Хотите так, хотите так. Хотите элементарно. Хотите просто вот так, смотрите. Можно сделать так форму. Можно форму сделать. Можно нанести. И каждый, сидящий перед экраном, каждый человек видит по-своему. Он чувствует по-своему. Из-за этого я просто вам показываю чисто технически, что можно выложиться. Можно это сделать и синим цветом. Понимаете? Можно здесь сделать красным, здесь синим. А можно просто вот все. Смотрите. Вы когда будете наносить, будете именно рукой вот проводить вот так по холсту, вы почувствуете вот состояние холста. Смотрите, что творится. Видите? Просто у нас красный фон. Это называется лисировка. Конечно, те студенты, которые сейчас смотрят, для них это будет очень интересно. Что мы хотим сегодня сделать? Видите? Эту часть можно просто взять. Можно сделать красную шляпу. Не бойтесь, пожалуйста. Делайте свободно. Да, вот можно так. А если вас это беспокоит, можно затемнеет. Можно снова нанести полностью. Видите? Можно, допустим, если вам не нравится, не понравится красная, можете, можно еще сделать что? Можно взять побольше красного и закрыть вообще грудь. Видите? Можно вот так закрыть. Можно опять-таки полностью закрыть. И у нас получится, видите, у нас получится, видите, какая одежда. И точно так же можем наверху. Вот. Можно поцарапать. Вот просто взять вот так пальцы. Видите? Смотрите, смотрите, что можно сделать. Поверьте, ни в одной школе этого не будет. Никто не показывает вам. Видите состояние какое? Здесь темно-синий, темно-красный. Потом розовый такой, розоватый. Опять. Можно просто опять-таки это все нанести опять-таки красным. Видите, что можно сделать. И протереть. Видите? Можно так протереть. Но если опять-таки что-то беспокоит, можно еще идти дальше. Но мы что делаем? Мы просто берем тряпку. Можно дать этой работе свет. Скажем, свет падает оттуда. Просто протираем. Смотрите-ка. Видите-ка. Можно дать вот такой цвет. Можно ее окутать. Можно дать на кубок вот такой небольшой цвет. Видите-ка. Можно опять протереть так. Видите-ка. Я опять-таки вам показываю чисто технически. Если что-то вас беспокоит, вы можете подходит. Кто-то возьмет. Опять-таки я повторяюсь. Можно через красный. Можно через желтый. Можно через какие цвета хотите, можете сделать. Можно вот чуть-чуть добавить. Смотрите-ка. Чуть-чуть добавим желтого. Получится у нас чуть-чуть такой. Видите, что получается. Получается такой таинственный цвет. И когда вот это все обязательно нужно. В этой технике обязательно нужно сперва написать тело. А потом ее довести до такого состояния. Можно сделать щелябку. Вот девочка щелябка. Опущенный головой. Лишний тон убираем. Лишний тон убираем. Видите, опять-таки по форме талии. Видите, по форме. Получается у нас, видите, какое состояние. Ну, самую важную часть немножко темним. Чуть-чуть пупок. Как мы рисунки делали изначально. Форму даем. Видите, уже как бы опять-таки все это кисточкой даем такой. Тон. И получается, что вот такой, знаете. Вот таинственный такой получается работа. Или же, если вам не нравится, вы можете просто протереть, где почти вот так. Смотрите, что получается. Ну, скажем, ну, как всегда. Вот. Видите, смотри, что получается. Видите, что получается. Можно и в таком состоянии остановиться. Можно, опять-таки, можно ее довести еще глубже. Еще можно дальше идти. Можно, опять-таки, вот сюда немножко дать свет. Видите, как. Если не нравится, просто протирайте. Уже достаточно, что-то там есть у вас. Смотрите. А если вам не нравится, вы можете больше. Смотрите. И чуть-чуть здесь. Смотрите, что получается. И не надо. Есть места, где вы можете просто оставить. Не надо как-то идти дальше. Понимаете? Вот мне этот час очень понравился. Я как бы остановился на этом. Уже достаточно. Здесь немножко смягчить. Герой у нас. Раз, два цвета, сильный. Не хватает третьего, чтобы их поддержать. Просто берем, Наталью делаем здесь. Смотрите, что получается. Чуточку такую. Свет даем. Я здесь подписываюсь вот так. Ши-А-ЛИ. И, если вам интересно будет, в следующий раз, я подумаю, самый легкий метод, придумаю что-нибудь такое, чтобы вам было еще интереснее, еще легче. Желаю самого прекрасного. И я опять-таки благодарен от вашего имени. Благодарю господина Статкевича, менеджера и нашего великого Руслана, оператора. Спасибо. Желаю вашему дому счастья и удачи. До следующей встречи.